Повелитель скрипки Повеля вместе с филармоническим оркестром. Кстати, одно из произведений он уже исполнял вместе с нашим маэстро 30 лет назад. Говорят, что это был дебют для обоих, для Шестакова как дирижера, а для Репина как скрипача. Мои первые такие пробы пера с симфоническим оркестром, они были очень волнительные, интересные. Все равно это была своего рода игра для меня в том возрасте. Это сейчас уже совсем другой вес на плечах. Ну а тюменцы наведут уборку в своем городе в субботу и в отличие от Репина со скрипкой Анна Семенович возьмет в руки настоящую метлу. Артистка решила принять участие в общегородском субботнике по приглашению молодой гвардии. Весь день она будет ездить по городу и убираться, по крайней мере так уверяют организаторы. Хотя вероятнее селфи делать ей придется гораздо чаще, чем махать метлой. Откуда она к нам приедет неизвестно, но куда поедет мы знаем. Говорят, что она посетит максимальное количество точек субботника. Так что самые чистоплотные и ответственные тюменцы с ней обязательно встретятся. В праздник весны и труда, несмотря на тематику, можно и отдыхать. Тем более в этот день в Театре кукол зрителям сделают выгодное предложение, а артисты пусть поработают. Им еще два спектакля играет «Загадки природы для малышей» и «Иван Царевич и серый волк для ребят постарше». А теперь о выгодном предложении. При походе втроем можно получить скидку 30% на каждый билет. Ну какие поэты не писали весной о любви? Или о любви к весне? Да просто о светлых чувствах. Выходные артисты театра с подходящим этому времени году названием «Май» прочтут стихи авторов 20 века, но сделают это языком тела. Герои постановки проживают любовь от ее зарождения до сложности и расставаний. Все это через призму и творения Маяковского, Бродского, Бунина. Их мысли режиссер доносит не только с помощью слов, но и пластических, а также музыкальных этюдов. И все это под аккомпанемент фортепиано. На этом у меня все. По весеннему романтического вам настроения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!